Чемпионат мира по футболу В этот раз шоу-торт будет в виде бисквитного мяча с кремово-ягодной начинкой в натуральную величину и весом порядка 3 килограммов. Нам нужно сделать две полусферы. Если понимаем, что дома у вас такой нет, можно взять детский резиновый мяч, разрезать на две части и вывернуть. Все ингредиенты десерта должны быть съедобны, поэтому основой нашего торта станет каркас из разогретого в микроволновой печи воздушного риса. Берем лопаткой и ставим сверху. И получается вот такой шар. И этот шар нужно сверху выровнять взбитыми сливками или шоколадным ганашем и сверху покрыть мастикой в единое целое. Удивить! Челябинцы готовы не только съедобными мячами. Для большого спортивного праздника инвентарь соответствующий. Специально к предстоящему чемпионату Южноуральской столицы сшили футбольный мяч высотой с семиэтажный дом и весом в полтонны. К чемпионату мира 2018 года наша компания разработала проект самого большого в мире мяча диаметром 20 метров. Он идет в ансамбле из 18 шаров малого диаметра, 4-х метровых, вот таких вот, как вот этот шар. На создание гигантского мяча ушел месяц работы в две смены и 2,5 квадратных километра ткани. Правда, в последний момент заказчик отказался от выкупа конструкции и сейчас компания ищет нового спонсора. Нанесение рекламы на мяч может стать крайне выгодным вложением. Воздушный футбольный атрибут обещает стать настоящей сенсацией. До него самым большим считался шар диаметром 15 метров, произведенный в ЮАР. А значит, у Челябинского есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Кстати, после финала чемпионата свое надувное творение его авторы планируют подарить победителю. Россия, вперед! Поддержать нашу сборную поспешила и челябинская команда чирлидеров. Для российских спортсменов девушки придумали отдельный номер. Несмотря на то, что Челябинск не входит в состав городов, принимающих чемпионат мира, мы все равно хотим поддержать нашу сборную положительной энергией. Номер мы готовили неделю, принимало участие в этом 10 девочек наших. Мы решили подготовить, чтобы наша сборная побольше сбывала голов, заряжалась положительной энергией. И удачи! Удача нашей сборной понадобится уже завтра. Российская команда в первом матче встретится с Саудовской Аравией. И пока наши спортсмены готовятся к игре, челябинцы делают прогноз ее финала. Наша сборная завтра сыграет с счетом 2-1. И мы сейчас сделаем этот логотип на торте и пусть он поможет команде.